мордочку теперь мы моем от пыли от грязи тут она не сильно грязная но все равно нужно помыть побрить все собираем принципе уже говорится конец работы довольно таки быстро я с ним управился и слава богу всем доброго времени суток уважаемые подписчики гости моего канала рубрика у нас мастерская но начнем мастерскую мысла распаковки посылки посылка от подписчика подписчик прислал свою любимую магнитолу на профилактику любимая магнитола подписчика это и любимая магнитола моя тем более тем более что мы с ним всегда сходимся в одном порыве о том что японский магнитола у нас самое лучшее а фирмам от сушито лучше всех на свете сейчас меня конечно любители шарпов заклюют но я все равно буду настаивать на своем мне больше нравится техник с панасоник national почему-то я вот такой любимый у них или они у меня так вот так вот подписчик мне запаковал свою магнитолку давайте посмотрим на нее со стороны так магнитолу он мне прислал без колонок потому что колонки у меня есть вот такой вот national rx 46f довольно таки интересненькая модель как как по мне довольно таки даже симпатичная пятиполосный эквалайзер индикатор уровня тут такое вот есть у нас то что давайте сейчас я подкину колонки мы включим и посмотрим какие у нее на сейчас есть проблемы так подключил я акустику у меня есть 43 national кухонный такой вариант мой самый любимый как раз у него импеданс трехомный импеданс у него у них акустика трехомная ну что давайте включать и смотреть что у нас так начнем то давайте начнем с кассетной части судя по тому как затерта кнопочка стоп и play я могу предположить что довольно таки много аппарат был в работе ну поехали тянет слышу тянет слышу хрип и так а еще бы найти где здесь громкость а вот так а конденсаторы перемотки плохо работают давайте еще включим без кассеты послушаем как кондера сильно хрипят да есть такое но я не сказал бы что так критично хотя вот это мне не нравится автостоп срабатывает даже так хорошо тут мне понятно давайте радио что нибудь украинским висковым удалось а паре за то висковую логистику россиян на левом березе днепра ну крадю а вот смотрите нет нет смотрите я кручу нить венера а она проскальзывает значит надо разбираться что там с ниткой самой ну и в принципе что помыть побрить почистить значит сначала мы разбираемся что у нас по кассетной части и потом с нитью венера снял я переднюю панель так сразу же думал что здесь нить венера оказывается нет здесь вот такая вот пластиковая штучка не знаю как бы ее правильно назвать и вот что я увидел я уже ремонтировали вот белая это родная а черная это допаяли и допаяли как по мне то черного с обычного хомута и вот из-за этого вот мы его крутим 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 шаг естественно не совпадает и тут сработал срабатывать своего рода фрикцион чик видите как из получается не знаю пока я так как это сделаю может быть у меня есть с двухсотого панасоника вот это вот белая может быть у меня сдая с двухсотого панасоника сюда поставлю ну пока пока не готов манере ну самый проще всего проще всего это нам так вот сделать заклеить фрикцион наш да и все и он тогда будет работать но все таки же хочется сделать как получше достал лента протяжку кнопочки надо будет помыть и что я хочу сказать в принципе я даже смотрю на ролик на прижимной нормальном состоянии головка но есть выработка но такая не критичная а вот звук почему-то плохой не знаю почему может азимут кто-то крутил я еще не смотрел так что дальше дальше здесь вот такая у нас плата мне не попадались в ремонт такие протяжки значит что мы сейчас подмажем посмотрим по механике где она тут как что у нас тут надо нам подмазать промажу тонвал посмотрю состояние пасеков ну как по мне то можно заменить будет пасек вот и опять таки дальше ну а дальше дальше профилактика так начинаем работать с протяжкой протяжка тут еще там тут еще кстати вот такой вот плоский пасек на тонвал стоит и всего пасеков 3 как-то вот так она интересно выглядит вот это скорее всего пасек автостопа вот его надо будет поменять да смотрите здесь на тонвале с обратной стороны стоит такая вот шайбочка маленькая вот она вот она не потеряйте ее ну что сейчас промазываем все это хозяйство поменяю я пасек на автостоп сто процентов а вот плоского у меня нет и постараюсь найти вот этот так пасеки я поменял сам процесс я не показывал долгие тут чуть-чуть разбирался как пасеки накидывается смотрите для тех кто будет менять пасек вот смотрите вот мы взяли вот так протяжку вот она у нас перевернули вот здесь вот у нас есть вот технологическое отверстие вот я в это технологическое отверстие закрутил маленький шурупчик вот так черный какой у меня был вот видите и вот за этот вот за угол и вот за этот вот шурупчик вот так вот я завел сначала квадратный пасек а потом за него же зацепил и круглый пасек потом вставляется вот эта вся конструкция вниз и вот тогда они становятся все на место так что мы еще пом подмажем так здесь мы промазали я имею ввиду тон вал вот здесь можно положить нам чуть-чуть буквально смазки то у нас открытие механизм открытия подкассетника накладываем есть она разработается немножко без фанатизма так и на самой лпм я вот смотрю видите вот здесь аж металл аж до блеска чем-то там она трет то есть мы еще заложим сейчас да давайте сразу же вот мы сюда заложим смазки и вот в этот вот узел тоже мы этот узел сейчас с вами промазываем вроде вроде как вроде как полегчало да имейте ввиду тут же у нас еще вот стоит идлер и для ротчик я посмотрел слава богу все нормальный вообще честно я вам скажу протяжка в очень шикарном состоянии практически 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 не требует вмешательства сейчас я еще возьму кисточку кисточкой посмы посметаю остаток грязи и пыли и в принципе сюда протяжка конечно увесистая увесистая мацушито мацусито извините делать умело так дальше значит мы начнем разбираться сейчас точнее не разбираться начну полировать голову от полирую голову тогда подключим его и послушаем что еще как будет как звук поменяется потому что одну слишком как-то много низких частот высоких нет ну и попробуем покрутить азимут может быть с азимутом что-то у нас произошло здесь полирую головку я вот такой пастой кейту вам доктор это паста полировальная для пластика и она очень-очень такая нежная сказал бы и очень хорошо подходит для полировки головки значит что я делаю вот такую маленькую горошинку на нашу на головку и где-то минимум полчаса вот такими вот круговыми движениями мы головочку полируем так у нас получилось после полировки так значит кнопки вымыл край красивый и пришлось поменять мне прижимной ролик я даже не помню откуда он меня взялся уже родной тут был вообще дубовый да кстати кто не знает как ролик прижимной ставить точнее снимать сейчас покажу как он снимается точнее ставится тут вот заклепочка такая вот и вот сюда она вставляется вот щелк все а снять ее я ножом поддеваю так фигня это все мой ролик он тут наверное такой яйцеобразный что ужас если родной здесь просто эту саму пленку влево уводил то мой он ее и влево и вправо еще потом жует короче полная жесть гивно гивно выбрасываем значит с чего я подобрал ролик шарп пятьсот шестидесятый сейчас так вот как-то вот так вот с пятьсот шестьдесятого шарпа все он по размерам все подходит идентичный единственное единственное что что не подходило у него значит посадочное отверстие я его рассверлил все отлично то есть лайфхак вам пятьсот шестьдесятого шарпа сюда подходит прижимной ролик ставим его и в принципе забываем о проблеме прижимного ролика потому что честно говоря но я очень много потратил времени пока понял в чем проблема да ну хотя в принципе я прекрасно понимал где-то в чем проблема но все-таки так вот сам себя тешил а вдруг а вдруг это не оно дальше по плану надо будет промазать переключатель селектор вот этим все почистим промажем уже от этого не будет а только лучше вот эти два ну можно вот эти в принципе но они особо роли никакой не играет на коль самое главное вот этот селектор там где у нас переключение идет тейп line in и радио так пропшикиваем его и разрабатываем промазываем наши любимые регуляторы громкости я их также предварительно я уже не показывал что время ваше не забирать предварительно тоже мы их чистим и потом вот так вот я закладываю смазочку в каждый смазка кстати опять таки силикон плюс ппт фойе и вот так вот каждый мы сейчас перемене чик и смажем вот и готова красота среди бегущих первых нет это остающих дальше не помню я честно говоря не любитель высовского потому что я не в том возрасте чтобы его лица любить почитать потому что я младше так ну что теперь я конечно понимаешь что сейчас скептики будут говорить что нужно азимут по тестовой кассете я согласен на все сто процентов сейчас что-то будем курдить я в принципе более-менее помню как должно что-то уже слышно вот они верха поднимаются все я красавчик не всегда мама говорила что у меня слух абсолютно как-то вот так ой это у меня шнур не родной не обращайте внимание что значит на ближайшие где-то ну часов 5-6 я оставлю его чтобы он работал в кассетной части пускай он гоняется потому что нужно понять как он работает так ничего не хрипит единственное что единственное я вам скажу вот я не знаю вот слушайте сейчас вот так вот погромче сделаю слышали ой и еще раз это кондерчики я вот честно вам скажу пока думаю менять не менять потому что их там такое количество большое множество я с подписчикам свяжусь расскажу ему ситуацию в принципе потому что если их менять их менять все а менять все это не то все равно честно говоря но это время деньги это работа кондеры сами стоят фигню но это время и деньги мордочку теперь мы моем от пыли от грязи тут она не сильно грязная но все равно нужно и помыть побрить все собираем принципе уже говорится конец работы довольно таки быстро я с ним управился и слава богу последние штришки накинем накладочки так делаем красоту красоту красивейшую как они тут были у нас а вот они вот они вот они да ну что проверяем коль у нас магнитола долби и метал возьмем мы тоже хорошую кассетку записано кстати с долби и метал ну что включаем а кто же в розетку включил вот прям как в анекдоте включаешь а не работает так не давайте радио да потише сделать да отлично и кассетная часть значит нам надо было наконец композиции попал вот реверса здесь не хватает ну очень не хватает реверса отличная магнитола мне очень нравится ну что ж на вот такой вот лирической ноте я буду заканчивать свое видео вот такой у нас был небольшой ремонтик тут ничего такого особенного не было чуть-чуть покопался с лпм кай сделал нить венера подписывайтесь на канал ставьте палец вверх я всегда тружусь для вас задавайте вопросы смотрите мои видео всем мира добра нет войне пока пока на